Сегодня члены кабинета министров внесли поправки в бюджет. Это четвертое по счету уточнение параметров республиканской казны за год. Куда планируют направить дополнительные средства. Доходная база региональной казны пошла в рост. С начала этого года в бюджет республики поступило свыше 57 миллиардов рублей. Михаил Игнатьев отметил, что среди ключевых статей расходов реализация национальных проектов. С федеральным центром мы эффективное взаимодействие выстроили. И на выполнение мероприятий всех региональных проектов средства получаем без сбоев. Это очень важно. Поэтому я имею в виду отдельные вопросы по главным распределительным средствам. То, что вы не своевременно перечисляете подрядчикам. Здесь надо в ручном режиме управлять. Из вновь поступившего в бюджет миллиарда треть направят на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Большую долю расходов предусмотрели и на развитие образования. С учетом уточнения расходов в текущем году по данному направлению составит 2 миллиарда 914 миллионов рублей. С ростом к уровню прошлого года на 40%. На развитие культуры при текущем уточнении направляется дополнительно 51 миллион рублей. С учетом которых расходы в отрасли составят 1,6 миллиарда рублей. Рост на 3,2%. Собственные доходы бюджета тоже увеличиваются. Многомиллионные суммы в региональной казне налоги предприятий. Глава региона отметил, что сейчас большие перспективы открываются перед машиностроительным комплексом. Так продолжает расти объем заказов в концерне тракторные заводы. Активы первые на трансмаршолдингу. На сегодняшний день трансмаршолдинг заказывает соответствующие товары на этих площадках. Все площадки они работают. И на региональном заводе практически там для 1700 работающих. И динамика зарплаты с ростом. Касаясь промышленного производства по итогам 10 месяцев 104,8%. Это хорошая динамика. Объем отгруженной продукции составил 210 миллиардов рублей. Что составляет 117,5% к соответствующему периоду прошлого года. Среди проблемных вопросов неучтенная заработная плата в конвертах без НДФЛ. Отдельные работодатели оформляют услуги. Соответственно, когда нанимают людей, люди на это идут. Потом споры разные начинают. Глава региона поручил наладить тотальный контроль за рынком труда. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика.